Всем привет, друзья! С вами Закупач и сегодня мы будем собирать полностью, ну пытаться собрать полностью всю коллекцию. У меня практически целая коробка, причем я коробку не покупал, просто ходил целую неделю, затоваривался там продуктами и выбирал товары-спонсоры по-максимальному. То есть, если покупать товары-спонсоры, то нормально, можно быстро собрать коллекцию. И перед началом видео ставь лайк свой царский, подписывайся на канал, подписка на канал это бесплатно, поэтому приятного просмотра. Это у меня все мои повторки, смотрите, их вообще очень-очень много повторок. Вот, давайте так, вы лайки вообще ставите плохо, поэтому 15 тысяч лайков и будем делать конкурс на треснутых. Но пока лайки, ни одно видео не собралось треснутыми, я не знаю, скрипыши, я так понимаю, вам нравятся больше, чем треснутые. Вот, а вот вся моя коллекция, сейчас для начала давайте разложим всю мою коллекцию, так это я пока уберу, в пенальчик. Наконец-то у нас появились пеналы, и на пенале очень много всякой полезной информации. Смотрите, тут треснутые лежат прям как будто бы в холодильнике, ждут, когда кто-то придет и их и скушает. Вот такой пенальчик 6+, можно отсканировать QR-код и почитать правила акции. Пенал делается один для Dixie, Victoria и Megamart. И здесь смотрите, что за полезная инфа. В Dixie дается один треснутый. От 600 рублей один треснутый. То есть, по идее, если будет 1200, два треснутых им не дадут. Отдают только один треснутый за покупки от 600 рублей, остальных треснутых дают за товары-спонсоры. За 900 рублей Victoria, то есть Victoria получается вообще невыгодно. Смотрите, от 900 рублей Victoria, Victoria вообще невыгодно. От 700 в чеке Victoria, это самое, Калининграда или Калининградской области. Тысяча рублей в супермаркетах Megamart. То есть, Megamart самый крутой получается от 1000 рублей. То есть, Dixie получается выгоднее всех. Итак, выпустить лабораторные образцы. Смотрите, как прикольно. То есть, мы открываем коробку, и треснутые могут выскочить. И здесь у нас написана вся коллекция. Видите, вот они все-все-все треснутые. И я буду их собирать, знаете как, можно в первый ряд ставить сюда. Я буду дальний ряд ставить сюда, вот сюда. Потом товары-спонсоры будут у меня в самом впереди стоять. Ну что же, давайте мы сейчас начнем рассортировку треснутых. Но я, наверное, включу ускоренную съемку. Потому что вот вся моя коллекция, можно так посмотреть. И многие мне пишут, что у меня есть зверобой. Но у меня зверобоя, по-моему, нет. Вы путаете зверобоя с яйцем, астромордом. Вот, астроморд и зверобой, они очень похожи. Вы их путаете, похоже. У меня зверобоя, по-моему, нет. Я искал-искал, и так его и не нашел. Ну что, погнал расставлять. А у меня все готово. Как вы можете заметить, у меня нету товаров-спонсоров. Вообще весь передний ряд это товары-спонсоры. И из обычных у меня нету раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Да, нужно пятечко. Давайте погнали открывать. И еще напоминаю, что смотрите это видео до конца без перемотки. В конце мы будем играть в квесты мобильного приложения. Квесты прикольные, вот серьезно. В квесты можно позалипать. Единственное, жалко, что слишком мало попыток дается. Итак, кто это у нас такой? Кто знает, как его зовут? Сейчас мы ее найдем. И это Ядозуб. Ядозуб у меня уже есть. И у нее внутри, как вы поняли, уже точилка. Так, понятно. Повторочки, повторочки. Ну я думаю, повторки тут все будут. Я думаю, нам сегодня никто не выпадет из новых. О, это Желтопус. Желтопус у меня тоже есть. И у него внутри желтенький фломастер. То есть мелок. Распаковываем следующего. И это красненький вот такой злодей. Это бомбит. Да не бомбит у меня! Не бомбит у меня! Чик. И у него красненький фломастер. Понятно. Следующий пакет. И это опять бомбит. Вы только посмотрите. Они все прям бомбят и бомбят. Прикольно то, что красный. То есть ничего, брака нету. То есть пока что. Пока у меня с кривым лицом есть только один. О, это усатый. Все говорят, что это зубы. Ну да, извиняюсь. Это зубы мудрости у него резут. То есть он настолько умный. И это мегабаг. У него внутри точилка. Точилка с мегабагом. Давайте следующего. И опять это ядозуб. Смотрите-ка, они плохо мешают походу. Прям повторки одни и те же выпадают. Так, коробочка. Опять бомбит. Я думаю, что нужно сделать недельку перерыв. Давайте так. Я следующее видео про треснутых сниму через неделю. Потому что нужно, чтобы в магазин привезли вот эти яйца-спонсоры. Походу, их еще не сделали. Это как с Феликсом. Феликс-яйцо-спонсор появилось. Его привезли. И она всем выпадала. Прям кучами. То есть они делают прям целую коробку спонсоров. А потом людям выпадают. Это опять бомбит. Это уже четвертый за сегодня. Надо подождать, когда появятся новые яйца. Чтобы собрать всю коллекцию. Не надо прям ходить. Прям постоянно, постоянно. Походу, еще не завезли спонсоров. Так. И это снова повторка. Это Мосгостук. Мосгостук. Чинг. Что у нас следующий? О, это с большими клыками. Это саблезуб. Тоже у меня есть такой. Что у тебя внутри? Это коричневый карандаш. Вот странно. Вот он оранжевый, а внутри карандаш коричневый. Мне кажется, так не должно быть. Так, следующий. О, это птица лов. Да, птица лов. И у него внутри, смотрите, ластик. Многие мне пишут, что у них не хватает именно с ластиками. То есть, ластики прям редкие. Опять вампир. Да что ж ты делаешь? Саблезубый тигр. Саблезубое яйцо. Вот так выглядели яйца миллион лет назад. Миллион лет до нашей эры. Вот такие были яйца. Уже их две. Два и сша, то есть. О, испугаврик. Один из моих любимых. Смотрите, у него лицо тоже чуть-чуть кривое. Да, по-моему, у него лицо чуть-чуть кривое. Где ты? Где ты у меня? Вот он. Вот так он выглядит обычно. А вот это, видите, лицо какое-то приподнятое. Чуть-чуть вверх. О, я себе в коллекцию возьму вот этого испугаврика. У него внутри стерка. Кстати, если кто не видел мое видео, где мы пытались варить треснутых, то ему ничего не было испугаврику. То есть он вообще ничего не поплавился. То есть стерки, они самые выносливые. Ау, дуралом. Самый веселый яиц. Самый веселый из яиц дуралом. И у него вот такой синенький. Так, у меня кот начал играть с пакетиками. Потому что я их кидаю на пол. Так что не обращайте внимания на подсосудние шумы. Смоки. Смоки таскает эти пакеты по всей квартире. Сейчас надо будет их убирать. Что ж такое? Еще бывают пакеты, плохо открываются. Вот. Вот. Смотрите. Это опять вот этот знаменитый пинки-блур. Он должен быть розовый. Но он желтый. И на упаковке он тоже розовый нарисован. А внутри розовый фломастер. Вот смотрите. Хопа. Розовый фломастер. То есть мелок. Маркер. Ну вы поняли меня. То есть по идее он должен быть розовый. Но нет. Почему-то он не розовый. Следующего. Опять птицелов. Смотрите-ка. Уже по второму кругу пошли одни и те же. Здесь тоже стерка. Птицелов. Да. Надо каждый открывать. Потому что вдруг там сюрпризик. Опаньки. Опять же саблезуб. Саблезубый тигр. Коричневый. Это сколько у меня уже? Три саблезубых тигра выпало. Там кто? Опять испугаврик. С ластиком. Да. С ластиком. Испугавриков сколько уже? Тоже два. Как же много повторов. Надо... А есть ли этот пункт приема яиц? Битых яиц. Вот. Это что-то новенькое, наверное, нет? Пучеглаз. А нет. Это есть у меня такой. Эх. К сожалению, у меня такой есть. Здесь у него точилка. Пучеглаз. Надо ждать. Надо подождать еще недельку. И тогда уже это открывать. Мегабаг. Опять тут эту сумму. Уже два тоже мегабага. Причем это у меня пакетики из двух разных магазинов. Один магазин... Знаете, бывает такое Дикси, типа ИП Дикси. Знаете, такое, типа Дикси не Дикси. А второй Дикси прям как новые пятерочки. Там кофемашины стоят. Там очень круто все сделано. Альбом я купил именно в крутой Дикси. Там, где кофемашины, всякие круассаны продаются. То есть, есть как бы Дикси московские. А есть Дикси, которые, ну, типа... Ну, типа ИП. Ну, типа люди взяли по франшизе себе. Магазин открыли. О, опять вот этот желтый. Пинкаблут. Только Пинкаблут должен быть розовый. Ну, у меня Бонни. Так, и у нас остается последний пакет. Вот, все. Тут пусто. Нет, никаких товаров-спонсоров мне не выпало. Вот. Давайте меняться. Дайте мне хотя бы Кота Феликса. Я с вами поменяюсь с кем-нибудь. Это у меня Слепотень. Выпал. У него красный. Вот. Вот так вот. У нас сегодня очень много выпало вот таких злых. О, вот таких прям очень много выпало. А остальных, ну, тут по три, по два есть. В общем, вот моя коллекция. А, и, кстати, я хотел провести с ними эксперимент. Что будет, если закрыть коробку и ее потрясти? Они все перемешаются или как? Или они будут нормально стоять? Меня прям интересовало это, потому что выглядит это все крайне ненадежно. Хотя вот эти липкие штуки для коллекции, ну, вот эти застежки, они очень плотные. О, смотрите-ка, не выпали. Все нормально. То есть можно хранить коллекцию, а она не выпадет. То есть они упираются. Они очень глубоко сюда сажаются внутрь и не выпинаются. Дамы и господа, мы накупили на 600 рублей в Дикси и можем отсканировать новый чек. Давайте отсканируем, что нам там выпадет. Вот опять камера прям слишком сильно приближает. Это невозможно его сосканировать. Давай. Возможно. Включик свет на все. Что-то не может. Ура, наконец-то. Мы вообще сейчас сканировали, минут пять не могли. Есть! Есть яичко новое. Это кровоожад. Вы получили один новое яйцо. Добавить в коллекцию. Ура! Смотри, Милан, мы уже собрали пять из тридцати. Мы потихонечку движемся к своей цели. Собрать всю коллекцию. Ура! Так, а теперь мы можем поиграть в головоломку. У нас есть две попытки. Почему две попытки? Даже не знаю. Наверное, одну попытку дают каждый день бесплатно. Так, что это? А что нам нужно сделать? Надо выпать. Корова, лошадь. А задание я не понимаю. Золотое яйцо... А, золотое яйцо хочет пройти, но она боится, что его могут расколоть. Получается, наверное, индюком нужно распугать всех. И все убегут. Он сейчас будет делать. Ну, давайте попробуем индюка. Да, смотрите, индюк спрятал наше яичко, и мы прошли. У-ху! Мы красавчики. Да, еще одна жизнь есть. А почему? А потому что мы отсканировали чек, нам дали еще дополнительную. Так, опять яичко боится пройти к инструментам и разбиться. То есть ее может или раздавить... Или просто... Или газонокосилка. Так, ну газонокосилка что у нас делает? Ничего. Я бы, наверное, сел бы на квадрокоптер за руль и спокойненько проехал бы. Давайте квадрокоптер. То есть где-то квадроцикл. Бензина нету! Но я откуда знал, что у меня бензина? Блин. Давай, Ива.